Какому-нибудь BBC наши достижения покажутся смешными. И тем не менее, у нас юбилей. Ровно год, как мы снимаем видео-тесты и целых 20 тысяч подписчиков на YouTube. И по этому поводу в этот раз мы запланировали не совсем обычный тест-драйв. Итак, как вы неоднократно писали в комментариях, в классе среднеразмерных кроссоверов мы не тестировали только Volkswagen Tiguan. И несмотря на то, что интернет уже пестрелит фотографиями второго, нового поколения, мы таки решили протестировать первое. Ведь продаваться оно будет еще года два. Но так сложилось, что даты тест-драйва совпали с датами франкфуртского автосалона, которые мы никак не можем пропустить. Но ведь и отменять тест-драйв тоже как-то не солидно. Короче, мы решили совместить два дела. И едем во Франкфурт прямо через всю Европу на этом Фольксе. А поскольку мы не часто выезжаем в Европу на своих автомобилях, то мы решили выполнить список своих давних желаний. Даже три списка. Ведь у каждого свои желания. Ну а поскольку Слава стесняется читать свой список желаний, это сделаю я. Итак, что у нас здесь? Проехать круг по Нюрнбуррингу. Офигенное желание. Я бы тоже хотел. Попасть на безлимитный автобан. Это чтобы впервые в жизни законно проверить максимальную скорость? Да. Переночевать в палатке. Слав, ну а что это за желание? Спорим, обломаешься? А спорим, что нет. На желание? Давай. Окей. Теперь давайте посмотрим, что загадал Паша. Вот его список желаний. Итак, заточить полметровый бутерброд Subway. Кстати, присоединяюсь, и я видел Subway в Будапеште. Туда и поедем. Дальше. Наклеить на машину фамилии, как в ралли. И чтобы флажки были. И третье желание. Затонировать машину назло полицаям. А штрафы сам будешь платить? Я думаю, штрафов не будет. Посмотрим. Ну и самое интересное желание Ярослава. Даже боюсь читать. Ну, конечно. Попить пиво в Праге с вепровым коленом. Это там, где вот такой кусок мяса? Купить настоящие джинсы Армани по цене троеченского рынка. Я даже знаю, где. Зацепить европейку и получить гражданство. Толстая немка тебя ждет. В общем, посмотрим, сколько желаний нам удастся реально выполнить. Ну, и как вы поняли, в нашей поездке сам тест-драйв Тигуана, возможно, будет не самым интересным. Но, как минимум, мы выясним, сколько масла сожрет двухлитровый турбодизель за пять тысяч километров. Ну, и насколько экономичным он будет на европейском топливе. Итак, на сборы и подготовку у нас было всего несколько дней. Но, к счастью, мы все успели. За что хотим сказать отдельное спасибо нашим друзьям из Автомагии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну, а впереди нас ждут пять тысяч километров и пять европейских стран. Присоединяйтесь, а вернее подписывайтесь на YouTube-канал или рассылку, чтобы не пропустить фильм о наших приключениях. А еще заходите к нам на Facebook, куда мы будем стараться выкладывать фотоотчеты по дороге.